Вас приветствует только что искупавшийся агент 007. Сегодня мы вам покажем простой летний, подчеркиваю, для теплого времени года уход за котиком после того, как он искупался. Для этого мы сделаем все самое-самое простое. Вот хочу показать и подчеркнуть. Все, что мы делаем с нашими ненаглядными животными, с нашими кошечками, должно доставлять удовольствие не только им, но и нам. Должно быть какое-то жизнерадостное настроение. Это же в конечном итоге все, что мы делаем с нашими красавцами, это не только жизнь, но и какая-то ролевая игра. И для того, чтобы все было быстро, удобно и хорошо, желательно и приятно, чтобы все было красиво и удобно. Вот такая вот, например, косметичка позволяет мне не тратить время на то, чтобы собрать все, что мне необходимо после купания. Это, как говорится, малый джентльменский набор, совершенно домашний. Вот такая вот удобная, прелестная косметичка с кошечками, которая мне, например, очень поднимает настроение. И как только она открывается, я здесь все вижу. Мне не нужно копаться, мне не нужно рыться. Я совершенно спокойно, не напрягаясь, достаю то, что мне нужно. Ну а теперь вернемся к нашей прозе. Для того, чтобы кот выглядел после купания очень нарядно, чтобы шерсть не была клочковатой. Мы его заворачиваем из первого полотенца, которое было у нас в ванной, во второе. Это нам помогает убрать лишнюю влагу. И пока лишняя влага будет уходить в наше второе полотенечко, мы займемся нашими простыми-простыми процедурами. Первое. Как бы мы ни старались очень аккуратно искупать нашу киску, все равно есть вероятность того, что в ушки нам попала вода. И пока уж такое дело случилось, то заодно мы эти ушки и почистим. Делается это очень просто. Во-первых, даже если киска не очень привыкла к купанию, то она у нас уже все равно завернута в полотенце, что дает нам дополнительный простор для наших манипуляций. Берем ушную палочку, придерживаем рукой ушко и начинаем параллельно вытирать и параллельно это ушко осушивать. По состоянию ватной палочки мы видим, что нам удалось водой ухо не переполнить. Вот. У нас в данном случае палочка и сухая, и чистая. Ну, это агент 007. Во-первых, хочу сказать, что при постоянном уходе уши находятся в таком состоянии, что там нет никаких избыточных выделений. Что, конечно, не может не радовать. Но даже если они у кого-то есть, то после купания очень удобно... Возьму свечистую палочку. Надо не забывать при переходе из уха в ухо обязательно менять палочку, чтобы, если в одном ухе, не дай Боже, поселилось какое-то воспаление, которое сопровождается, естественно, неблагоприятной бактериальной флорой, чтобы не перетыщить это в другое ушко. Ну, вот с ушками мы справились. У нас получился такой британский керн. Не очень качественный, конечно, но все-таки есть. Вот, давай покажись британский керн. Что-то не хотим мы быть керлом. В общем, полукерл. Уши встают. Не отсудят нас керлом. Вот пока наш мальчик влажный, очень хорошо видно, что такое серебристое шишело. Ну, серебристые, затушеванные. Не гуся. Будьте из кадра, зайка. Вот видно, что у них пигмент идет от темной кожи. Вот эта вот темная кожа, которая находится вокруг носа и создает вот этот вот сказочный эффект обводочки. Вот пока мы мокрые, у нас эта черная кожа как раз и просвечивается. Вот мы видим наши прелестные черные губы. Вот эти вот великолепные черные обводки, потому что наши котики называются черные, серебристые, затушеванные. В Геннете приглубляться не будем, но это все очень интересно. Вот видно, что после того, как мы завернули кота в два полотенца, он уже не особо и мокрый. И вот теперь мы начинаем летний уход за шерстью. Мы не опасаемся замерзнуть, поэтому мы начинаем вычесывание. Для этого есть для головы, для густой шерстки специальные расчесочки. Вот есть такая металлическая расчесочка. Есть такая же из кости. Еще более густая. Вот я бы чтобы две для сравнения. Густота зубчиков.